Что будет происходить с человеком после семинара? У каждого человека есть какие-то определенные ожидания, что он получит. И это очень такой интересный вопрос. И это первый вопрос, который я всегда, например, ставлю на сессии, если я разговариваю с пациентом. Это вопрос ответственности. Я как мастер, я дам инструмент, я покажу путь, по которому можно идти, я пройду вместе с вами конкретно этот путь. Но здесь включается ваша ответственность, насколько вы желаете изменений. Изменений не происходят в терапии, в каких-то действиях. Люди ходят на тренинги, люди платят достаточно большие деньги, они получают какую-то информацию. Да, у многих, наверное, уже есть пунктик по поводу того, что вот, оба, сходил туда, поставил галочку, там поставил галочку. Так вот, если просто поставлена галочка, то изменений не будет никаких. Хотя, наверное, и слукавила, потому что даже в процессе выполнения этого упражнения, в рамках тренинга, потому что тренинг терапевтический. И за счет того, что работает группа, в группе всегда проще работать, чем в одиночку. Во всяком случае, на начальных этапах, потому что она мотивирует. И уже в момент проработки, то есть в группе, при участии в группе, работы, при освоении конкретно этих техниках, безусловно, что происходит? Ну, происходит то, что когда мы... Что происходит, когда мы делаем уборку в доме? То есть если я выкинула мусор, как минимум чище, проще дышать, приходит чувство свободы. И чем больше мусора выброшено, тем больше приходит чувство свободы. Свобода в проявлении, свободы в решениях, свободы в выборе, свобода в эмоциональных реакциях. Потому что если есть шаблон, то я реагирую только по этому шаблону. Он у нас прописан. Есть кора головного мозга, то есть у нас есть визуальная картинка, есть какое-то аудиальное звуковое сопровождение, у нас есть какие-то мысли, что я думаю по этому поводу. Дальше у меня включается эмоциональный план. Эмоциональный план включает желание тела делать те или иные вещи, какие-то инстинктивные непосредственные действия. И этот шаблон у нас плотненько прошит. И дальше он включается на автомате. Стоит мне увидеть там чего-то, ну если мне, например, в детстве кусала рыжая собака, и было очень больно, и не дай бог это повторилось еще 2-3 раза, то как только я вижу собак, и я уже взрослая тетя, то непонятно почему у меня начинает вот как-то неприятно тело вибрировать, какой-то холодок в животе. Потому что включился конкретно шаблон и желание тела убежать. Я могу уже, будучи взрослым, своей волей подавить это желание, сказать, ну ладно, ну ты уже тут взрослая тетя, ну что ты боишься этой маленькой рыжей собачки. Но тем не менее какие-то неприятные ощущения у нас останутся. Поэтому в процессе работы, используя эти техники, мы научимся находить эти травмы, мы научимся их конкретно разваливать, их убирать. И в результате, то есть если мной, то есть то, что я не контролирую, чем я не управляю, то управляет мной. И поэтому если я не управляю своими эмоциями, не управляю своим поведением, то эти эмоции, эти шаблоны начинают управлять мной. И когда я беру это вручное управление, то я становлюсь свободной. И это возникает чувство, когда, ну, с плеч потихонечку начинают, ну вот ты нес, 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 нес очень долго какой-то груз, эту поставил, понимаешь, не надо, эту поставил, отставил, да. Но путешествовать налегке, это всегда приятно. Это всегда приятно. Но опять же, чтобы не было иллюзий ожиданий, что я тут сделаю какую-то работу, или я дам волшебную кремлевскую таблетку, ребят, ну правда этого не будет. Вот, это ваш выбор. И ваше намерение, и ваше желание что-то менять в этой жизни, она является ведущим. Я сразу говорю, любая система стремится к равновесию, поэтому будет подниматься саботаж, и это тоже нормально, и это наш защитник. Да, в противном случае мы, у нас бы в жизни всё время хаос был. В любых привычках есть и плюс, и есть минус. Плюс в том, что он делает нас стабильными, мы не тратим энергию на какие-то определённые привычки, на какие-то определённые шаблоны. То есть, если подсознание решило, что это нас спасло когда-то, это имеет право быть. Но в силу того, что мы растём и изменяемся, через какое-то время это становится нам мешать. И генеральную уборку надо делать регулярно. Дома мы чистим. Мы чистим ванну, мы чистим раковину, мы моем посуду, мы пылесосим полы. То есть, мы наводим порядок в нашем доме, постель меняем, стираем, одежду снимаем и всё остальное. Кто из вас, и с какой регулярностью, забирается в своё подсознание, в свой архив и выбрасывает какие-то ненужные вещи? Наверное, никто. К сожалению, у нас нет культуры психологии. Вот это, как-то у меня слово крутилось. Психологическая гигиена. Вот, поэтому я дам навыки психологической гигиены, я обучу, как это делать, и расскажу, как это можно реставрировать конкретно. Ну, и тут уже вопрос вашего намерения. Хотите убирать? Уберёте. Не хотите? Ребят, ну, это ваш выбор. Я никого не заставляю. Любой каприз за ваши деньги. Но без уборки в инфодайвинг-то придёшь? Нет, конечно. Да не только в инфодайвинг. На самом деле, без уборки мы не можем двигаться дальше. Но что будет, если я всё время набираю, 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 не выбрасываю? Но квартира захламляется. Если я всё время ем, ем, ем и не выбрасываю, ну, извините, меня вспучит, и мой кишечник просто лопнет. Поэтому нечего удивляться, если мы всё время чего-то в себя загружаем, 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 а потом тело начинает болеть. Потому что если психика не в состоянии справиться с какими-то проблемами, то решение задачки нас сбрасывает на тушку. Вот, и наше тело начинает отдуваться. Отсюда все болезни, которые называются психосоматика. А психосоматика, как помню, ещё говорили на кафедре психотерапии, 80% болезней – это психосоматика. 20% – это врождённое уродство, травмы и так далее. Хотя предрасположенность к этим болезням – тоже психосоматика. Поэтому на сегодняшний день все болезни, которые есть на сегодняшний день, они от нашего ума. И в уме надо наводить порядок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...